Добрый день дорогие друзья с вами доктор Косов и серия медицинский ликбез в этой серии мы с вами попытаемся разобрать достаточно большое количество разнообразных заболеваний их происхождение способы каким образом их можно найти у себя или у своих знакомых их происхождение и способы лечения весь этот сериал будет рассчитан на доврачебное применение медицинских знаний то есть на самом деле делать из вас врачей никто не собирается но научить вас основам медицины как вы можете помочь себе и окружающим вот здесь я постараюсь вам помочь вас научить этому то есть мы разберем очень многие вещи да то есть мы разберем с вами как смотреть на странные крестики нулики под названием анализы мы разберем как правильно обработать рану наложить горчичники и так далее так далее так далее а также разберемся с простейшими заболеваниями которыми с которыми вполне можно справиться в домашних условиях не отвлекая врачей от их повседневной достаточно важной работы и так наверное мы начнем с достаточно популярного заболевания которым болеет большинство женщин к сожалению лица прекрасного пола действительно болеет этой проблемой во много десятков раз чаще чем мужчины это цистит воспалительный процесс в мочевом пузыре никуда от него не деться 24 процента женщин рано или поздно в своей жизни встречаются с этим злоключением воспалительный процесс в мочевом пузыре в 90 процентах случаев вызывается кишечной палочкой до тех пор пока этот возбудитель живет в нашем кишечнике с ним все в порядке и он наш друг как только он переселяется куда-то в другое место это наш враг к сожалению в частности выделительную систему циститы конечно бывают очень разные и сложные то есть они могут быть вызваны сексуально-трансмиссивными возбудителями они могут быть вызваны простейшими грибками из серии кандида и так далее так далее то есть об этом обо всем придет время и мы поговорим сегодня же мы будем разбирать самый простой элементарный цистит который появляется в абсолютном большинстве случаев и так что же такое цистит безусловно наличие возбудителя в полости мочевого пузыря и в эритрии это еще одно смысл спускательном канале это еще не повод заработать цистит к сожалению для этого необходимы еще дополнительные условия например переохлаждение да то есть как бы на пустом месте как правило цистит не возникает но стоит нам немножко переохладиться и для этого достаточно буквально 10-15 минут и чтобы вот звезды как говорится совпали на небе но к сожалению цистит возникает никуда от этого не деться в чем он проявляется ну прежде всего мы слишком часто бегаем в туалет начинаются ночные позывы и они становятся очень требовательными да то есть мы к сожалению ну как это сказать по первому требованию уже должны бежать поэтому многие говорят что во время обострения цистита приходится чуть ли не маршрут по городу строить от туалета до туалета действительно позывы могут достигать чистоты буквально ну я не знаю там раз пол часа а то и чаще так скажем да вот при этом суммарное количество мочи уменьшается безусловно за каждый раз вот сопровождается это все дискомфортными ощущениями даже болевыми ощущениями чаще всего в конце мочеиспускания иногда к моче примешивается кровь и здесь не надо пугаться на самом деле для того чтобы окрасить литр крови в достаточно пугающий алый цвет достаточно одной капли крови так то есть поэтому то что моча покраснела это вовсе не значит что там вообще жутко какое-то кровотечение это следствие незначительных эрозий на внутренней поверхности эпителия да то есть который приводит микрокровотечением капиллярным кровотечением то есть от этого от кровопотери не умереть невозможно смею вас сразу в этом заверить и так одних субъективных ощущений пациента в общем-то для того чтобы поставить диагноз цистит чаще всего все-таки недостаточно если у нас есть возможность сделать анализ мочи то мы должны это сделать мы моче у нас резко повышается количество лейкоцитов при наличии гематурии то есть при наличии края крови в моче нас появляется эритроциты и то что это действительно воспаление в мочевом пузыре чаще всего нам говорит о том что отшелушивается именно плоские эпители плоские петели это эпители выстилающие именно мочевой пузырь например в почках он цилиндрической формы а в мочеточниках он кубической формы то есть соответственно форма разная в зависимости от того какой отшелушивается там и воспаление ну вот диагноз мы вроде поставили а вот как же с этим справиться как лечить и здесь я могу сказать одно самое главное и никуда опять таки от этого не деться это базовые условия тепло тепло еще раз тепло и здесь надо еще раз понимать одну вещь да то есть как бы да мы имеем даже право греть мочевой пузырь во время цистита грелочкой но это категорически запрещено при гематурии то есть при наличии эритроцитов то есть если все таки есть микро кровотечение то греть мочевой пузырь нежелательно но теплые ноги теплые носочки так скажем да то есть как бы да и почти пропастельный режим в этот период крайне крайне желательно суммарное количество воды который мы пьем тоже должно быть резко увеличено несмотря на то что подспудно хочется его уменьшить нам так часто приходится ходить туалет и чтобы не мучить себя мы стараемся меньше пить глупость полная это тупик выход из ситуации только увеличение объема питья кроме того то что мы пьем мы должны немножко подкислить например ну скажем я не знаю это может быть клюквенный морс он может быть брусничный может быть даже черничный но он должен быть медикаментозная терапия для того чтобы справиться с шерихи и коле достаточно качественно у нас есть целый ряд препаратов в арсенале которыми можем пользоваться лично я для своих пациентов обычно пользуюсь так называемым триумвиратом то есть в принципе тройным нападением на возбудителя с трех разных сторон первая сторона это уросептик на основе пепимединовой кислоты любой например полин или пимедель он употребляется в количестве ну в обычной такой ну как бы для взрослого человека ситуации один простите два три раза в день по одной капсуле да то есть как бы до всего лишь три штучки в день вот второе направление это нитрофурановые прием группа препаратов то например фуромак великолепно помните может быть желтенький фурацелинчик был раствор фурацелина в старые давние времена мы ими довольно таки часто пользовались но формат более современные препараты дает более качественные результаты формат мы употребляем 4 таблеточки в день то есть два раза по две таблетки после еды третье направление это направление растительного происхождения и здесь нам помогали помогает великое произведение наших польских коллег это фитолизин замечательный препарат в общем-то паста зеленого цвета в тюбике как зубная паста употребляется следующим образом мы берем вскрываем тюбик и выдавливаем червячка три сантиметра длиной на чайную ложечку это количество растворяем на полстакана теплой кипяченой воды добавляем сахар или мед в количестве одной чайной ложки и употребляем это удовольствие один раз утром и один раз вечером в конце приема пищи вскрытый тюбик фитолизина мы храним в холодильнике там где хранятся у нас овощи на нижней полке там где сразу слабо положительная температура пока фитолизин не вскрыт он может ли валяться простите где угодно да то есть как бы вот так как долго это все употреблять не менее 7 дней фитолизин можно употреблять дольше спустя приблизительно 10 дней после того как вся симптоматика исчезнет и вы посчитаете себя совершенно здоровым человеком мой вам добрый совет пропейте толокнянку толокнянка она же у ваурсе она же медвежьи ушки продаются в любой аптеке без всяких рецептов дважды в день по одному чайному пакетику как обычный чай и в течение еще пяти семи дней для закрепления полученного результата вот тогда цистит нас покинет и я надеюсь что очень устойчивым будет этот результат как видите мы здесь не рассматриваем применение антибиотиков вообще применение антибиотиков и на мой взгляд это все-таки прерогатива врачей но про один препарат я наверное расскажу это препарат он имеет тоже разные название это так называемый фофсомовицин да то есть как бы лучше всего и чаще всего он вам наверно известен или вы его слышали в названии манурал это препарат однократного применения то есть вы его употребляете один раз всего лишь и цистит исчезает но это подчеркиваю уже антибиотик со всеми вытекающими и прочими делами потому что но к сожалению такого не бывает чтобы быть антибиотик выводился только мочой и больше нигде не задерживался в организме так или иначе он же должен из пищеварительного тракта куда-то попасть каким-то образом в мочу да то есть как бы да и по пути он к сожалению убивает эшерихи коле тех те формы которые ну ну нам не лишние короче говорят то есть те которые живут у нас кишечнике и в том числе к сожалению бифидон флора он тоже задевает задевает поэтому частенько мы встречаемся с нарушениями бактериального состава кишечника после применения антибиотиков поэтому еще раз повторюсь применение антибиотиков это уже прерогатива все-таки врачей а первый вариант попробуйте вы поверьте он вам поможет так скажем еще раз напомню тепло тепло еще раз тепло это главный фундамент при лечении цистита иначе толку никакого уж извините итак с вами был доктор косов и мы разбирали сегодня простое заболевание под названием цистит на самом деле к этому теме мы вещем еще вернемся неоднократно существует гораздо сложные формы более сложные формы чем тот который мы сейчас разобрали и придется этой темы еще коснуться неоднократно всего вам доброго следующая тема которую мы разберем я думаю что мы разберем простой гастрит также также часто встречающиеся заболевания из которым тоже можно научиться дружить и постепенно его ликвидировать как это делается я расскажу дальше всего вам хорошего до свидания